Непятничное настроение сегодня было у наших министров после вчерашней главомойки от президента. Кабмин собрался на совещание. Главные вопросы как быть и что делать. Ожидание от нынешнего состава правительства большое. У общества и у главы государства как ни крути команда Токаева. Да, мы об этом уже говорили. Так вот, Кабмину нужен план действий. В мире кризис. Мы, конечно же, все это чувствуем. А вдобавок в стране до сих пор, начиная с января, проходит внутренний аудит. Куда ни ткни, везде есть интересы небольшой группы экс-привилегированных. В общем, нынешнему правительству и правда не позавидуешь. Работы не початный край, но и казахстанцы не могут молча наблюдать за тем, как жить становится все сложнее и сложнее. Так к чему в итоге пришли государственные мужи, расскажет Адик Болтабаев. Уважаемые коллеги, премьер-министр разговаривает с главой государства, будет небольшая задержка. С такого объявления началось внеплановое заседание правительства, которое экстренно собрали после разноса накануне. Видимо, сегодня президент дополнил список поручений. Вот только ощущение, что грядут кардинальные перемены в работе Кабмина, так и не сложилось. Казалось, что министры собрались только, чтобы повторить, что ошибки свои признали и готовы их исправлять. Первым из тех, кто получил намедний выговор, выступил министр торговли Бахет Султанов, обещал разработать единую информсистему по балансу ключевых товаров и взять под личный контроль разработку программы продовольственной безопасности. Упор будет сделан на скорейшее возникновение конкретных и продуктивных производителей. Особое внимание будет уделено формированию самодостаточной отрасли производства и переработке сахарной свеклы и сахара. Настрой Султанова подхватил глава Минсельхоза Карашукеев. Рассказал о планах построить сахарные заводы и расширить пассивные площади. Следом о работе над ошибками отчитался министр экологии. Напомню, после выговора за планы на отстрел с Айги он посовещался с коллегами и решил провести, цитирую, «глубокие научные исследования». Правда, сегодня заявил, что на это потребуются дополнительные деньги из бюджета. Что мешало Брикешеву провести исследование раньше, непонятно. До проведения вышеуказанных исследований необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого по траве диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования. «Выступило получившее замечание от президента Багдад Мусин. Вчера Токаев в том числе раскритиковал цифровизацию здравоохранения. И после этого глава Материап решил забрать все IT-базы Минздрава под свое крыло. Я напомню, каждое министерство ведет свои базы данных самостоятельно. Помимо всего прочего, Мусин предложил расформировать скандальный нацхолдинг «Зерде». В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг «Зерде» с передачи АО «НИТ» напрямую введением ЦРИАП РК. В результате предложенных мер будет достигнуть положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности. Вроде бы и звучит все хорошо, и слайды за ночь красивые подготовили, но складывается ощущение, что Кабмин поторопился с реакцией на поручение Токаева. Возникают большие сомнения, что за день можно переделать все, что неправильно работало полгода. Но правительству виднее. Главное бы государственным мужам не забывать, что обещанное придется исполнять. Адиль Балтабаев, Санат Имангали, Ермек Махметов и Нурсултан Саулет. Студия 7.